Друзья, приветствую! Александр из Тула прислал посылку с образцами двух разных масел. Это Volkswagen Special G 540 полнозольная и второй образец это Mobil 1 FS 540 тоже полнозольная из одного и того же автомобиля. По Mobil 2 образца на 150 моточасах и на 200 моточасах, а образец Volkswagen масла 235 моточасов. Еще одна пробирочка маленькая с образцом Mobil, приобретенным на Яндекс маркете, но это на оригинальность попросил Александр проверить. Вот описание, кому интересно может посмотреть. Это Volkswagen Polo Sedan 2020 года, свеженький, с бензиновым мотором 1.690 сил. Так, ну вот условия здесь, но это описание по маленькому образцу для проверки оригинальности. Да, основной образец масла Mobil приобретен на озоне, с ним тоже все в порядке. Ну давайте постепенно все покажу. Так, сейчас создам эталон масла Volkswagen Special G, этот допуск полнозольный, естественно допуск у нас 502, 505. Так, вот такая спектрограмма эстеровых. Тут никаких пиков не вижу я. Далее выбираю данное масло. Сейчас посмотрим, что намерит прибор. Если надо, подкорректирую. Хотя эстеров нет, все нам должно быть корректно. Так, противоизносных присадок 102 процента. Да, нормальный, хороший уровень. Видно, что это полнозольное масло. Так, кислотное 1.79 и щелочное 10.7. Все очень похоже даже на лабораторное. Чуть пониже щелочное. Одна известная лаборатория намерила 11.4, но там надо учитывать разницу в ГОСТах. То есть здесь в этом образце даже побольше щелочное, но если ГОСТом для свежего мерить. Так, все сохранил. Можно проверять отработку данного масла. Вот видите, здесь 35 моточасов, 5700 пробег, 24 средняя скорость, 10.2 расход средний. Использовалось топливо Shell, 95 V-Power. Так, прибор намерил. Противоизносных присадок 56 процентов, гликоля нет. Сажи 0,04. Так, средний такой уровень. Что обращаете на себя внимание? Кислотное. Сильно подросло кислотное. Посмотрите, более двух единиц. Вот это подозрительно. Для такого пробега это очень, очень высокий показатель. Масло еще держится, есть еще запас, но он небольшой, полторы единицы всего между кислотным и щелочным остается. Ну и воды достаточно много, хотя здесь ничего удивительного. Проба это октябрь 21-го. Осень, возможно, сырая погода. Ну, такое там. Больше нахваталось атмосферной той же влаги или конденсата. Так, ну и, естественно, проверка, сравнение вязкости. А вот здесь интересный, интересный выскочил момент и очень, значит, озадачил меня. Я думаю, что попробую озадачить вас. Значит, прокомментируйте. Смотрите. Масло загущено с учетом того, что пробег автомобиля 14 тысяч километров. Новый автомобиль, фактически. Масло явно не перекатано, но оно уже загустело. И, на мой взгляд, это может говорить о двух вещах. Первое, это частичная замена, то есть здесь полностью дилер не поменял масло. Например, поменял только половину. Или вязкость в бочке каким-то образом от партии гульнула, изменена. Это интересный момент. Мне, я все-таки склоняюсь, что это частичная замена, не полностью заменили. Поэтому вот такой результат. Так, далее приступаю к проверке масла Mobil. Прибор захотел проверить частоту ячеек, фон. Ну и я заложил пару капель свежего. Так, смотрите, сто два процента по противоизносным. Да, все, все четко. Гликоли нет, сажи нет. 2,79 кислотное и 12,8 щелочное. В эталоне у меня, значит, 2,75 кислотное и 13 щелочное. Да, тут никаких сомнений нету в том, что это оригинальное масло. Все вот показатели совпадают. Но я уже не стал приводить, показывать спектры. Там полное наложение. Все как бы, ну, две десятые по щелочному это такой в рамках погрешности. Так, ну и можно приступать. Значит, образец отработки Mobil. 150 моточасов. 4 тысячи с небольшим пробег на масле. 18 тысяч общий пробег автомобиль. 27 километров в час средняя скорость. Чуть ниже расход топлива и, значит, топливо уже лукоил. Так, смотрите, противоизносных присадок 57 процентов. Кликоли опять нету. Сажи 0,03. В принципе, похоже на тот образец. И здесь 3,54 кислотное. Да, здесь уже по-другому нарастает. Здесь меньше единицы. Здесь, ну, здесь в данном масле пау должно быть там в таком нормальном количестве. И, смотрите, щелочное 10,4. Достаточно высокий уровень. Запас еще большой. Здесь нет и это августовский образец. Здесь нету и воды никакой особо. Так, следующий образец тоже Mobil. Это 200 моточасов. То есть первый взяли без слива. Просто откачали промежуточную пробу. Так, здесь 19 тысяч общий пробег автомобиля. Пробег на масле 5176 километров. 200 моточасов. Средняя скорость 26. Скорость чуть-чуть упала. Вырос средний расход топлива чуть-чуть. И, посмотрите, да, продолжает снижаться противоизносная присадка. Гликоли также нету. Да, здесь чуть поменьше сажи. Ну, возможно, что погрешность. Это граничное значение 0,3-0,2. Так, продолжает по чуть-чуть нарастать кислотное. 3,63. И снижаться щелочное. 9,4. Так, а здесь уже у нас... Здесь, смотрите, сентябрь. И, опять же, чуть побольше воды. Да, ну, здесь тоже еще масло живое. В общем-то, все в порядке. Но, смотрите, какой интересный момент. И, когда я делал прогнозы, я столкнулся с ним. И сейчас поделюсь с вами. Давайте сейчас проверим отработку мобила с пробегом 200 моточасов. Да, видим, что на 200 моточасах у мобила нет никакой проблемы, никакого загущения. То есть, это однозначно не мотор. Это, скорее всего, там, механики что-то на портаче или у дилера. Есть небольшое разжижение, но это вообще не криминальное. 14% из 100. То есть, все хорошо. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео пальцем вверх. Подписывайтесь, кто не подписал, что нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. И сейчас я покажу вам три прогноза и очень интересную картину. Так, смотрите. Значит, слева у нас Volkswagen и посередине 150 моточасов Mobil и 200 моточасов справа. Значит, по Volkswagen, посмотрите, ресурс подпилен. Обратите внимание на оксиды азота, нитрования. Это средняя графа. 488. Я по опыту замечал, что исправный работающий мотор показывает результат там где-то от 500 до 400 часов. То есть, идеал это, наверное, вообще 400 часов. Значит, ну, чуть отклонения какие-то 400. В данном случае мы практически имеем 500 моточасов, но ресурс масла, посмотрите, 288 моточасов всего. Скорее всего, так и есть. Это частичная замена и со всеми вытекающими. В образцах Mobil у нас как раз по оксидам азота. Посмотрите, провал, то есть, ограничено. Они постепенно накапливаются и к такому, чем больше будем эксплуатировать, то есть, 450 моточасов, мощь и нейтрализующие свойства, но накапливаясь нитрование значения, будет прибивать общий, значит, ресурс масла однозначно в дальнейшем. То есть, чем больше будет накапливаться, тем быстрее будет падать щелочное и, видите, столкнемся с тем, что масло однозначно не отходит. 450 моточасов, не знаю, 400, но тоже, мне кажется, не отходит. Масло хоть очень крепкое и паутом, и щелочное очень высокое, но тем не менее, с нитрованием вообще ситуация была непонятна. Нитрование, хочу напомнить тем, кто не знает, это у нас получается богатая смесь может быть, значит, тяжело дышать мотору, вдыхать тяжело через воздушный фильтр, выдыхать через катализатор или прорыв картерных газов, окисление, ускоренное в картере. Значит, здесь, учитывая то, что машина свежая совсем, катализатор можем исключить, прорыв картерных газов можем исключить, расхода масла ноль. Естественно, остается воздушный фильтр. Мы стали с Александром выяснять, и он мне рассказал, что он приобрел оригинальный воздушный фильтр у кого-то с рук 16 года, якобы там без стикера, якобы в 16 году стикера не было. Ну и здесь как бы картина полностью сложилась. То есть, Александр приобрел, к сожалению, контрафактный оригинальный двигатель, воздушный фильтр, который и дал вот такой результат. У него повышенное, значит, сопротивление там, скажем так, на впуске. То есть, он нештатно работает. Мотору через него дышать сложнее, чем через оригинальный. Видим, да, там 340 моточасов, а там почти 500. Минимум на 50 процентов мотору сложнее дышать через этот фильтр. Вот. И, естественно, это сразу отражается на общей картине и ограничивает ресурс масла. Интересно получилась картина. Значит, два образца, но один прибит какими-то, блин, частичной, похоже, заменой. Частичная замена тоже интересная картина, да. Слили там половину картера, залили половину, а половину положили себе в карман стоимость. Вот. Учитывая то, что у дилера масло стоит значительно дороже, чем в рознице, я думаю, что интересные манипуляции. Ну, по крайней мере, я сталкивался уже с такой ситуацией, когда было загущение и был ограничен ресурс масла. Я думаю, что оригинальное масло ВАК способно на большее. Ну, судя по значениям, я бы сказал, что оно могло бы где-то ближе к 400 часам. Наверное, 360-370 спокойно отходить, а здесь у нас чуть ли не на 100 моточасов сокращен ресурс. Вот такие получились тесты. Пишите, что думаете. Особенно интересно по поводу фольксвагеновского масла, с чем может быть связано такое загущение. Вот, что это не повышенная температура в камере сгорания, это однозначно. Мотор свежий и видим мы по мобилу, что здесь никаких проблем с загущением нет. А с мобилом понятно, масло прибито некачественным фильтром. Благодарю Александра за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!